Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, дорогие зрители! Продолжаем наш утренний эфир на канале Россия 1. И сегодня у нас с вами будет очень вкусная и веселая программа. Мы будем петь песни, шутки при Баутке и жарить блины. Догадывайтесь, почему? Нет? Подсказка будет после прогноза погоды. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Днем небольшой снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 12, минус 14, днем 1-3 градусов мороза. И на дорогах гололедица. 27 февраля у православных начинается Великий пост. Самый строгий и самый длинный. А за неделю до этого Масленица. Или Масленичная неделя. Каждый день в течение этой недели на Руси было принято печь блинчики. Откуда пошла эта традиция, расскажет моя коллега, радиожурналист Руфина Ковалева. А заодно научит нас печь вкусные блинчики. Сегодня я представлю два базовых рецепта, с которыми смогут справиться даже начинающие кулинары. Итак, первый рецепт – это блинчики на молоке. Они получаются очень тонкие, легкие. В них можно заворачивать разнообразную начинку. А другой вид блинов – это блины на основе молочнокислого продукта. Сегодня я выбрала Мацони. Но если у вас нет Мацони, подойдет также айран, кефир и даже простокваша. Итак, приступаем. Для теста нам понадобится 4 яйца, пол-литра молока и столько же кисломолочных продуктов. Смешиваем их в миске. И добавляем по вкусу соль и сахар. Сейчас мы в тесто добавляем растительное масло. Оно необходимо для того, чтобы наши блинчики не рвались и были эластичными. Теперь добавляем нашу основу, просеянную муку и замешиваем тесто. По консистенции оно должно быть, как жидкая сметана. И тесто, которое мы готовим на молочнокислом продукте, лучше сделать немного погуще. И затем его довести до нужной консистенции кипятком. То есть у нас получается такое полузаварное тесто. Оно получается очень ноздреватое и очень нежное. Рекомендую. Для начинки нам понадобятся лук, шампиньоны, плавленый сыр, растительное и сливочное масло. Это как бы не классический какой-то рецепт, описанный в кулинарных книгах. Это чистая импровизация. Я готовила такую же начинку, грибную, только с добавлением куриной грудинки, к примеру, либо с добавлением отварного яйца. Тоже получается очень вкусно. Хорошо разогреваем сковороду и кладем туда кусочек сливочного масла. Добавляем растительное. Мелко нарезанный лук и обжариваем его на среднем огне до золотистого цвета. Тем временем нарезаем шампиньоны мелкими кубиками. Вместо них можно взять любые другие грибы, которые вам по душе. Например, тежевешенки. Тоже будет вкусно. А теперь, внимание, лайфхак от нашего повара. Когда жарятся грибы, они выделяют очень много жидкости, как мы знаем. Чтобы немножко предотвратить или замедлить этот процесс, я рекомендую в луковую зажарку добавить немного муки. И она как бы запечатает кусочки грибов, и из них выйдет меньше сока. Буквально столовую ложку. Я думаю, что будет достаточно. Ждем, когда мука приобретет золотистый цвет, и выкладываем в сковороду наши грибы. Жарим их на небольшом огне. Время от времени перемешиваем. И ждем, пока они подрумянятся. Через несколько минут наша начинка почти готова. Осталось добавить последний ингредиент – плавленый сыр. Мы это делаем для того, чтобы консистенция начинки была более пластичной, и чтобы удобно было добавлять, удобно было фаршировать блинчики. Наша начинка уже готова. Мы можем отставить ее остывать и приступать к выпеканию блинчиков. Хорошо разогреваем сковороду, смазываем ее маслом и выпекаем блины. Видишь, какие они пышные, да румяные получаются. Просто загляденье. Через 5 минут у нас получилась целая стопка. Итак, мы выпекли наши блинчики. Как мы уже говорили раньше, было два рецепта. Одни блинчики на основе кисломолочного продукта, а другие блинчики на основе молока. Они получились более тонкие и более эластичные. Поэтому именно в них мы будем заворачивать нашу вредную начинку. Приступим, да? Начинку выкладываем в более зажаристую сторону блинчика. Вот таким вот образом. И заворачиваем просто в форме конвертика. С четырех сторон слегка прижимаю вот так. И сразу же мы выкладываем на серовировочную тарелку швом вниз, чтобы они не развернулись. А вот другая порция блинов на мацюне у нас будет сладкой. Мы их выкладываем на тарелку в произвольной форме, в произвольном порядке. Ну, к примеру, вот такими вот треугольничками. Вот таким вот образом. Они у нас получились более сытные, нежели те, которые мы делали на молоке. То есть они такие более самостоятельные, самодостаточные. И я предлагаю в качестве дополнения к этим блинчикам выложить вот таким вот образом на них по кусочку мороженого. Не страшно, да, что зима. Мороженое мы любим в любое время года. Это будет идеальное дополнение. Осталось заварить чай к нашим блинчикам. Мой выбор – это наш местный горный чай, который произрастает в республике. Заливаем его кипятком и оставляем на несколько минут. А пока он настаивается, узнаем, почему же все-таки на масленицу нужно печь блины. И откуда пошла эта традиция. Масленица – это древний славянский праздник. Раньше он ассоциировал завершение зимы, встречу весны. Древние славяне ассоциировали солнце с верховным божеством. И в день весеннего равноденствия выпекали круглые лепешки. Либо выпекали в день проводов зимы. Эта традиция дальше развивалась. И с приходом христианства она трансформировалась в масленицу, какую мы имеем сейчас в данном виде. Мы продолжаем печь блинчики, радоваться приходу весны, проводам зимы. А в церковной традиции это период, когда человек готовится к великому посту. Но уже нельзя есть мясо, уже нельзя есть рыбу и птицу. И нам дозволено наслаждаться такими лакомствами, как сырники, вареники и блины. А знаете ли вы, дорогие зрители, что каждый день масленичной недели имел свое название и свои правила? В понедельник пекли первые блины, но сами их не ели, а отдавали малоимущим, чтобы те поминали усовших родственников. В этот день родители мужа отправляли свою невестку к ее родителям и сам вечером приходили к ним в гости. Поэтому понедельник – встреча. Вторник – заигрыши. В этот день молодые неженатые парни и девушки ходили друг к другу в гости, присматривались. Иногда даже засылали сватов к будущей невестке. Среда – лакомка. В этот день теща приглашала зятя к себе на блины. Уж она старалась, пекла блины, пироги с различными начинками, чтобы зять остался доволен. Так что, дорогие тещеньки, не забудьте, в среду зовем зятя в гости. В четверг чистый. В этот день было принято ходить в баню. И в этот же день ряженые начинали ходить по домам. Они поздравляли хозяев с приближающейся весной, желали им здоровья и богатого урожая. И хозяева обязательно приглашали ряженых за стол и кормили их до сада. А вот в пятницу теща на вечерке. Уже в этот день зять звал к себе тещу в гости на блины. Он приходил утром и напоминал, что ждет ее вечером. Теща шла вечером в гости к зятю и обязательно брала с собой подруг, чтобы похвастаться, как ей повезло. Как это было, нам расскажет народный казачий хор Рубчанин. Теща! Теща, любимая, вы дома? Да-да! Кто там? Идем-идем! Да это ж я! Здравствуйте! Здравствуйте! Приглашаю вас, теща, любимая, вместе с тестем в гости к нам прийти. Да принков наших ответить. Будем ждать вас очень сильно и отказа никак не поделим. А чтобы тебе, теща, приятнее было, я приглашу всю родину. Пускай знают, как я тещу свою привечать буду. Ну, раз так сердечно просит, придем обязательно. А ты вот подарочки отнеси моей дочке на завтрашние посиделки. Хорошо. Прими и от меня, дорогой зятой. Попробуй не взять. Спасибо. Говорят, у тещи дядёк, любимый сынок, посмотрим, как это всё будет. Хорошо. Так, буду ждать? Придем обязательно. Смотримся. Ой, доча, вроде всё поставили. Выпим, пунеси. Сейчас гости придут, а у вас ещё ничего тут до ума один доведён. А давай, давай, доченька, скорей. О, всё, теперь вроде всё. Ой, кто-то пришли. Милости просим, проходите гости, дорогие. Прогодите, проходите. Здравствуйте. 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 Проходите, проходите. Мы-ка масленицу будем встречать. Проходите. У нас сегодня масленицу, продолжение. Вот вам, видите, какой-то аромат, какой-то. Ой, спасибо. Спасибо. Проходите, проходите. Присаживайте. Присаживайте. Радом у нас найдётся тёплая местечка. Готовая славеска. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну что, сели-усели, сели-согрели. Ой, конечно. Да, ой, а что ты такой волшатый у вас? Ну, угощайтесь блинками. У нас тут целая гора. Есть. Хочешь со сметаной, хочешь с варелем, а хочешь с икоркой. Ой, какая вкусная. Блинки сегодня будут сладкие, а угощать вас будут седьки. Угощайтесь блинками вкусными. Ой, блядь, 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 блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, а масленица нынче весёлая. Да сколько ж снежный лорд до качелей понастроили. Да ты чё. А чучело-масленицы такое смастерили. Еле-еле сами ему похудили. А дети-то, дети, бегали за станицу, матреницу закрикать, а песни пели печальные. Ой, не знаю. А какое гуляние развернулось-то на площади? Ой, и на санках вы по солнышку катались, и снежные строили городки. Городки. Ой, а еще с милым она, с ярмаркой. Маленочки мне прикупи. Ой, ну как мой дочь? Сегодня тюшу приглашал в магазин, а сам все утром пробеженничал. То съехал до речи, то телят стоил, то воду носил, то дрова колол, а я-то в печи простояла. Я на блины готовила, а мама моя вот так нахваливала, так нахваливала за блиночки. А теперь черед настал русской песни. Гармония. Ой, давай, давай. Давай. Ой, давай. Будем спелить. ПЕСНЯ 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 Ходи, милый, ходи мой, ходи летом, летом и зимой, мамку не боисься, дядьку не боисься, Как увидишь ты, мамашу, и ты улыбнися, как увидишь ты, папашу, ему поклонисься, Ему поклонисься, ой, спасибо этому дому, ой, спасибо этому дому, мы пойдем до дому, мы пойдем до дому. В субботу Золовкина посиделки. В этот день она приглашала к себе в гости сестер своего мужа, но только те, которые были замужем. Они пели песни, веселились, а Золовка одаривала их подарками. И, наконец, наступало воскресенье, главный праздник Масленичной недели. Его называли прощенным, потому что в этот день было принято просить друг у друга прощения за все обиды, вольные или невольные, чтобы встретить наступающий Великий Пост с чистой душой и с чистым сердцем. Так что, дорогие зрители, я тоже поздравляю вас с наступающей Масленицей. Ходите друг к другу в гости, пеките блины и не обижайте друг друга. Всего доброго, до новых встреч в эфире.